Тут два кабеля. Один порвали, а второй повреждённый. И вот через два часа тоже вышел из строя. Эти новые электрические кабели недавно проложили вместо изношенных старых. Ещё вчера они связывали одну из подстанций города с телебашней Коктюбе. Как выяснилось, рабочие повредили основную и резервную линии, а в домах у десятков тысяч алматинцев из-за этого оборвалось телевещание. Телеканал вчера показывали? Нет. А я телевизор не смотрю, к сожалению, практически вообще. Почему? Я больше в интернете. Все новости узнаю оттуда. Нет вообще пока? Нет, не показываю. Цифровое вещание телеканалов и FM-радиовещание продолжалось в штатном режиме, а уже ко второй половине дня специалисты устранили повреждения кабелей аналоговой сети. Трансляцию возобновили по временной схеме при помощи резервных генераторов. Опять у нас обрыв. Именно на этих участках, где идут коттеджные строительства именно по линии трассы, все отмечены нашими, что зоны именно электрические кабели идут, все равно рвут. Вот это вот явилось причиной остановки всех систем. Полиция Алматы устанавливает виновников ЧП, а руководство Кастелерадио подсчитывает убытки от аварии. Чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем, к осени этого года планируется запустить еще два резервных генератора, которые обеспечат работу оборудования телебашни Коктубе в аварийных случаях. Магомед Аслаханов, Искандер Тугузбаев, телеканал Алматы.